Обещал я вам сделать обзор на древние свитки легенды? Так вот, получайте! Всем привет! С вами снова я, Motion Blur. Сегодня же моя цель будет вкратце рассказать вам об одном спин-оффе серии, который является условно-бесплатной карточной игрой. Wild Elder Scrolls Legends была впервые анонсирована на E3 2015 года. В 2016 году игра пробыла в бете, ну а 31 мая 2017 года игра, которую разрабатывали Dark Wolf Digital, наконец-таки официально вышла. Игра посетила как телефоны под управлением iOS и Android, так и Mac и персональный компьютер. На ПК и на Mac игру можно было легко и просто запустить через Steam. Она была там, да и сейчас осталась абсолютно бесплатной. Но в 2018 году стало известно о смене разработчиков с Dark Wolf Digital на Sperky Pants Studios. Там потом уже вышла азиатская версия игры, но это нас особо не волнует. Хотя интересно то, что она вообще отличалась от оригинальной игры во многих аспектах. Естественно, дальше пошли обновления игры, добавление новых сюжетов, карты событий. Но потом наступила 6 декабря 2019 года, и поддержка игры была прекращена. Ну как прекращена? Был приостановлен выпуск нового контента на неопределённый срок. Но на сегодняшний момент, а именно на 2024 год, игра так больше и не получила нового контента. По большему счёту, я приблизительно вам рассказал о жизненном цикле игры. И теперь же настроюсь на то, чтобы вам рассказать, как там дела с геймплеем, и стоит ли сейчас играть в эту игру. Всё это и не только я постараюсь вам изложить в данном видео. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы я мог каждый месяц штамповать один ролик о ТЕС. В общем и целом, я начинаю, ну типа, обзор игры Wilder Scrolls Legends в 2024 году. Покатили! Хоть игра и была выпущена на телефоны, скачать её, к сожалению, так и не смог. А всё потому, что, видите ли, она слишком старая для моей Наташи. Типа, донатный магазин в игре работает, поддерживается как может, а вот выпустить небольшой патч для современных устройств беседка не может. Печалька. Но никто мне не мешает скачать эту игру на ПК через Steam, благо, напомню, она там абсолютно бесплатная. Игра весит 7 гигов, что очень-очень мало, как я считаю. Учитывая то, что это мобильная игра, к тому же сделана на Unity, а системные требования не кусаются, и игра пойдёт даже на ноутбуке сына маминой подруги. Единственное, что вам точно понадобится, это какой-никакой, но стабильный интернет. Так как без него вы даже просто не сможете зайти в игру и поиграть. Например, таки в сюжетный режим игры. Кстати, добавил это уже позднее, но, короче, игра не поддерживает геймпад. И да, это тупая инфа, но вдруг кто-то попытается подключить его к игре. И да, я пробовал, 100% не работает. Сказочный долбоёб. В самом начале игры нам предлагают как раз пройти первые несколько глав сюжетной кампании. Так как я не вникал в катсцены, я особо не понял, о чём речь. Но если в других словах, то, короче, слушайте. Основной сюжет закручивается во время Великой войны. Войны Империи Мидов с третьим Альдмерским Доминионом. Основным антагонистом выступает один из генералов, вторгшийся в сердце Империи армии Доминиона. Высокий эльф по имени Нарифин, который также является культистом князя Деэдра Боэтии. Персонажу игрока предстоит преодолеть различные опасности на пути к башне Белого Золота, где Нарифин планирует открыть фрата Обливиона в план своей госпожи Боэтии. И да, я скачал описание из Википедии, не осуждайте. После завершения пары уровней нам открывается наконец-таки и сама игра. И теперь мы сами вправе выбирать, в какие режимы игры играть. Но не отходя далеко от сюжета, стоит упомянуть и то, что после прохождения Забытого Героя, или же основной кампании игры, нам будут последствия открываться новые сюжеты. А именно, Остров Безумие, где мы отправимся на Дрожащие Острова, о-хо-хо, ничего себе, да? Это падение Тёмного Братства и возвращение в Заводной Город. Ну а если вы не хотите проходить Забытого Героя, то можете сразу сходу потратить 20 баксов, или же приблизительно 8900 деньг, 1800 рублей, или же 770 гривен, и купить сразу все три акта. Ну да, а какой вообще смысл играть в игру? Можно же купить всё, и тем более ни во что не играть. По прохождению сюжета вам будут давать монеты, на которые можно купить бустеры с карточками. Но раз мы пока говорим про режимы, то давайте тогда и продолжим, а потом просмотрим и геймплей. Из формально-офлайновых режимов у нас остались только головоломки, тренировка и арены. В режиме тренировки можно опробовать свою колоду в действии, но без каких-либо последствий при проигрыше. Головоломки довольно интересный режим, но одновременно и требующий большего количества серого вещества в вашей черепной коробке. Суть такая. Есть 4 акта, по несколько головоломок в каждом. И да, 3 акта закрыты, и вы также можете их открыть за реальные деньги. Только теперь за все уровни вам придется подарить 30 долларов кошельку Тодда Говарда. Мне сейчас неохота искать, сколько это выходит, если перевести в тенге рубли и гривны, поэтому сейчас чекайте скрин на экране. Так вот, суть этих головоломок в том, что вам уже дают определенное количество карт, и с ними вы должны будете уничтожить все карты противника, и самого противника тоже. Но так как я не блещу умом и сообразительностью, то я просто поглядел, как проходятся некоторые уровни на ютубе, и прошел специально-таки для футажей. На самом деле, после того, как вы посмотрите прохождение, появляется ощущение того, что вы и сами могли догадаться, так сделать. Но на деле, это все-таки не так-то просто. За прохождение каждого уровня вам будут тюхивать камни душ. На них вы сможете сами себе создавать свои карточки. Что ж, до арены, то это режим для запуска, которого вам понадобится для начала билет. После того, как вы где-нибудь его получите, вы сможете зайти на арену. Перед началом, из 90 карт, вам нужно будет выбрать 30. Эти карты на другие режимы не распространяются, и действуют только на арене во время одной катки. На самой арене против вас будут драться несколько ботов, и вам нужно их всех победить. Я два раза только заходил на арену, и один раз смог только победить одного игрока. Победить всех не так-то просто, так как вам дается всего лишь три попытки. И если вас все три раза победят, то вы проиграли, и вам снова придется искать билет. Или же платить золотом, чтобы снова оказаться на имперской арене. Кроме одиночной игры, есть и онлайн игра. И вот в ней уже куда интереснее. Здесь также присутствует середельская арена, только кроме ботов против вас будут выступать реальные игроки. Еще также есть просто случайная игра с каким-нибудь искателем приключений. А еще есть и рейтинговая игра, где вы уже непосредственно будете продвигаться по рейтингу в зависимости от ваших побед, конечно же. Я же большую часть времени проводил именно в случайной игре, так как игровые сессии могут затянуться на 10-15 минут, и играть в противостояние мне как-то не особо хочется. И да, с реальными игроками куда интереснее играть, чем с ботами, ведь в отличие от них они тебе не скажут. Это было честью для меня. Блин, это так мило! Если вы ранее не играли в эту игру, то постараюсь в понятной форме рассказать, как проходит примерно самый обычный бой. Вот зашел ты, к примеру, в онлайн, нашел игрока и начал играть. У оппонента и у тебя есть своя колода карт. Перед началом вы выбираете, кстати, любую колоду из доступных. Они сами собираются в зависимости от того, какие карточки есть в вашей коллекции. Карточки можно получить как за выполнение заданий, так и за покупку в магазине. Можно за монеты покупать, а также и за наш любимый... Нет. Донат. Ну так вот. Поле битвы делится на два сектора. Первая часть это свет, а вторая тень. На второй во время одного хода карты находятся в тени, и поэтому атаковать их нельзя. Но они атаковать вас могут. Проходя игру дальше, вам будут предоставляться разные поля битвы, но для начинающих и такой инфы хватит. Так как мне только спустя пять часов попалось новое поле в виде башни. Если же первый ход достается не вам, то для вас приготовили дополнительную плюху в виде кольца, которое может вам всего три раза увеличить количество магии. Что же до нее, то после каждого ваших вдвоем ходов у вас увеличивается количество маны на одну единицу. Сначала у вас один, потом два, потом три и так далее энергии. Для чего она нужна? А нужна она для того, чтобы ставить карту на поле. У каждой карточки есть своя стоимость. Если у вас магии три единицы, то вы не сможете поставить карту с пятью стоимостью. Но если вы взяли карту на два, то вы можете, если у вас есть, использовать карту на один. Также у карты есть здоровье и сила. Сила это то, сколько урона карта нанесет другую карту или оппоненту, а сила это то, сколько ударов она выдержит. Но если у вас здоровье три, а сила у противника четыре, то вам хана сразу. Но остальное знать особо не обязательно, что есть у карты. Если будет интересно, то в словаре в игре есть полная анатомия карты. Можете почитать. Там еще и все термины умные записаны, если что. Но самое главное карты это способность. У каждой карты она может быть совершенно разной. Расскажу о парочке примеров. Способность рывок дает возможность атаковать сразу, не дожидая следующего хода. И да, после того, как вы установите карту, атаковать ей сразу вы не сможете. Придется ждать следующего хода. Карта страж позволяет закрыться от карт противника, так как для того, чтобы атаковать вас, злодея придется устранить для начала стража. Карта с плюсами придает другой карте дополнительные характеристики к здоровью и силе, а минус отнимает их. Также есть карты, которые сразу наносят урон оппоненту, призывают различных существ и тому подобное. Во вкладке с терминами в словаре в случае чего вы можете со всеми способностями ознакомиться. Ну, в общем, таким макаром нам предлагают играть. Интересно ли это? Безусловно. Заслуживает она ваше внимание? Несомненно. Понравилась ли она мне? Нет. Ну ладно, шучу. Понравилась мне игра. Просто она как будто сделана не для меня. Я не могу себя заставить в нее играть. Она больше для усидчивых людей, которые не прочь еще и подумать. А подумать игра предлагает частенько. Мне же нужны шутеры, платформеры, адвенчуры там всякие. Но даже так я получил какой-никакой но кайф от игры. Больше же кайф я получил даже не от геймплея, а от саундрека. Боже, какие классные им там пишут саунды для свитков. Просто ра для моих ушей, пропитанных песнями Big Baby Tate по Моргенштерну и Бушедажу. На таком же офигенном уровне музыка, что и была в мобильных клинках, которые я уже разбирал ранее на канале. В игре, конечно, есть много еще чего, о чем можно было бы рассказать. Но затягивать видео у меня нет ни малейшего желания. Я постарался вкратце вам рассказать основы игры, ну а дальше думаю вы и сами разберетесь как играть. Игра так-то сама не сложная, просто если будете плюс еще и думать, то тогда вообще играть будет одно удовольствие. Интересно и то, что эта игра для меня была первой карточной, в которую я играл. Косынка и паук не в счет, окей? Я ранее не играл ни в гвинт, ни в хардстоун, ни в боже упаси артефакт, но даже так, будучи для меня первой карточной игрой, она мне понравилась. Но просто она не для меня. Возможно, когда-нибудь я в нее еще таки зайду и пока удалять не буду, но я лучше этой игре предпочту Обливион и Скайрим. По итогу мне игра понравилась и я ее могу без зазрения совести посоветовать вам, если же вы в нее не играли. Но если вы играли ранее, то напишите, как вам игра, понравилась или нет. Будет интересно почитать. Ну а я же ставлю игре 9 из 10, и да, она реально увлекательная и крутая, она действительно заслуживает такой оценки. Даже метакритике встала 80 баллов, а это что-то? Ну значит. А с вами был снова я, Моушенблёр с простреленным коленом, и я размываюсь, но не прощаюсь.